Большая красная кнопка. Слушай, вы не записываете? Ну и вор было прямо. Окей. Итак, всем привет. Сегодня я расскажу вам про промиссы. Начну с небольшой вводной части. Что это и зачем они нужны. Итак, начну с простой ситуации. Достаточно общий. У нас есть некий метод. Например, это get-запрос, в результате которого мы получаем либо положительный результат, может быть, какой-то файл, либо отрицательный результат, ошибку. Промисс в данном случае является неким контейнером для записи результата этого метода или ошибки. И у промис есть другая некая корреспондирующая ему часть future. Это, собственно говоря, объект, который содержит результат. И как только этот асинхронный метод будет завершен, получатели получат этот результат. Необходимо отметить, что в некоторых… Я написал небольшая ошибка. В некоторых реализациях промисс и фьючер это единая сущность. Например, это в JavaScript, ну или в библиотеке promise kit. Итак, просмотрим то же самое, очень простой пример, цепочку promises. Представим, что это единая сущность. И вот с чем я столкнулся в своем приложении. Сначала я записываю файл, который… Нет, драм-машина, некая последовательность. Я проигрываю ее, записываю файл. Дальше я перевожу в нужный формат. И я заливаю на сервер. Соответственно, дальше показываем пользователю, что все загрузилось. Итак, немного обобщим, или что promise это, в общем, как контейнер средства для записи или передачи результата некого метода или вычисления. Future — это объект, содержащий результат. Promise выполняется только один раз. После этого он будет завершен. Необходимо иметь в виду это, например, когда у нас есть, предположим, какие-то блоки или там closure, которые вызываются много раз. Например, когда мы двигаем там телефон, изменяется его акселерация. Promise для этих случаев не подходит, потому что есть некий постоянный сигнал, а promise выполняется только один раз. Но это как раз кейс, который я просто рассматривал, когда делал там простое приложение к выступлению. И, соответственно, в future promise, как я уже говорил, часто представляют единые сущности. Это в JavaScript или в promise-kit. Соответственно, вкратце остановимся на состояниях promise. Я, кстати, даже не знаю. Я просто смотрю все время в экран. Наверное, это не круто. Может быть, как-то тоже выйду. Соответственно, оно может быть выполнено, оно может быть в процессе выполнения и может возникнуть ошибка в процессе выполнения. Ну, в принципе, что достаточно очевидно. Зачем нужны promise? Во-первых, мы можем декларативно подойти к описанию проблемы. То есть говорить, что надо сделать, а не как это сделать. Ну, например, все то же самое, как мы делаем в обычной жизни. То есть мы, предположим, там, Вась, сходи в магазин. Если найдешь яблоки, пожалуйста, купи их и принеси домой. Либо когда мы пишем, например, promise очень хорошо ложатся на любой человеческий язык, например, как модель того же юридического договора, когда у нас есть какая-то цепочка. Сначала там поставь мне товар, потом подпишем акт приема-передачи, ну и так далее, и так далее. Если возникнет какая-то ошибка, то, предположим, я могу сразу же выйти из договора и вся цепочка закончится. Но это просто как некая аналогия, да, я не знаю, полезно это, нет. Ну, соответственно, очень удобно создавать цепочки асинхронных операций и легко обрабатывать ошибки, потому что достаточно интуитивно появляется место, где мы все эти ошибки там скапливаются, и мы можем посмотреть на них и там решить, что с ними делать. Краткая иллюстрация. Здесь приведу небольшой код, который тоже на свифте. Это не promise kit, это библиотека future kit, которая вот реализует подход, где promise и future — это некие различные сущности. Ну, например, у нас есть какой-то promise, мы хотим загрузить картинку, загружаем картинку, как только… Мы, причем, сразу же возвращаем future от этого promise, да, и дальше у нас там действует какой-то асинхронный код, и в какой-то момент promise мы как раз записываем в этот контейнер image, и тогда те, кто получит future, они смогут прочесть эту картинку, и там произойдет какое-то действие, например, или появится ошибка. В использовании promise осваивалась. Ну, для начала начнем с библиотек. Ну, самая популярная библиотека — это promise kit. Есть отдельные реализации, как на свифте, как на общси, дофига звезд. В принципе, ну, мне кажется, ее в основном все используют. Есть достаточно, там, вторая библиотека — bright futures, ну, тоже вроде неплохо написанная. Ну, и есть future kit. В общем, мне кажется, так не особо стоит ее рассматривать. И начнем с краткого описания promise kit, что с ним можно делать, какие методы, функции есть. Прежде всего скажу, что документация на сайте promise kit, она достаточно скудная, и там даже, в общем-то, используются примеры из старой версии promise kit, которая сейчас уже не особо актуальна. Но там сказано, что promise kit удовлетворяет вот этому стандарту. Это, как я понимаю, стандарт, который принят в JavaScript, и он четко описывает, что должно происходить, когда мы, например, складываем промисы в цепочку, как они должны реализовываться. Например, там рассказано, как должны меняться их состояния, логика поведения основного метода zen, и, соответственно, логика разрешения последующих промисов, когда они в цепочке. Ну, то есть, условно говоря, каждый раз, когда мы вызываем функцию zen, она также вызывает промис, выдает нам промис, в котором мы, опять же, можем что-то делать, и к нему сделать еще один zen, или посмотреть на ошибку, ну и так далее. То есть можно, в принципе, делать какую-то бесконечную цепочку. Итак, промисы используют дженерики. Соответственно, вкратце опишу создание, мы передаем в промис некий closure, который, в свою очередь, также принимает в качестве параметров две функции fulfill и reject. У нас есть какой-то асинхронный код, ну или синхронный, это неважно. Как только мы завершили, мы либо от результата вызываем fulfill, это значит, что промис надлежащим образом завершился, и мы передаем его результат дальше по цепочке. Либо мы можем вызвать reject, но здесь этого нет, и передать какую-то ошибку любого типа error type. Это значит, что вся цепочка промисов сразу же прервется, и в специальном методе мы можем посмотреть, что это за ошибка, и как-то ее обработать. Об этом чуть позже. Итак, рассмотрим свойства, которые есть у объекта промис, на которые мы можем в любом момент посмотреть. Выполнено оно, находится ли оно в процессе выполнения, разрешено пиано позитивно, оно отклонено, какое-то его значение, это option, потому что в какой-то момент значения может еще не быть. И ошибка, которая возникла в процессе выполнения. Соответственно, далее перейдем к основным операторам. Это оператор when. Мы ему можем передать там любое количество промисов и посмотреть, соответственно, он, суммарный промис завершится, когда завершится каждый из этих промисов. Либо если хоть один из них выдаст ошибку, то, соответственно, when будет rejected. Ну, соответственно, промис, получающийся в результате метода when, он будет также выдаст rejected. Надеюсь, понятно. Соответственно, then — это мы можем инжектировать какое-то событие, которое произойдет, когда промис будет fulfilled, выдаст какой-то надлежащий результат. Мы более того можем выбрать какую-то очередь, на которой это все будет происходить. Соответственно, функция, метод always, он будет работать вне зависимости, был промис, rejected или fulfilled. То есть если у нас в какой-то цепочке стоит метод always, то он будет выполнен всегда, вне зависимости от того, была ли ошибка или нет. Соответственно, метод recover, он достаточно интересный. Это значит, что если какая-то ошибка произошла, мы все равно можем написать recover и сказать, что, пожалуйста, там, если продолжу выполнять цепочку, или, например, мы можем сказать, что для нас приемлемыми являются одни ошибки, а неприемлемыми другие ошибки, которые мы укажем в этом методе. Соответственно, функция ошибка — это как раз обработчик ошибок. И функция race — это аналог when, только она будет выполнена позитивно, когда будет выполнен любой из промисов. Тот, кто будет выполнен первым. Ну и, соответственно, after — это значит, что мы можем начать выполнять какой-то промис через определенный временной интервал. Обращаю внимание, что, на самом деле, в самой библиотеке PromiseKit есть очень много всяких категорий, которые добавляют промисы для каких-то стандартных библиотек, как у, например, MapKit, это AV Audio Session, это NS Euro Session, это в том числе многие другие библиотеки. Просмотрим очень простой пример. Собственно говоря, мы начинаем работу с сетью, пытаемся, находим нашу первую локацию, то есть берем промис от Location Manager, и как только мы ее найдем, when позитивно разрешится, дальше мы что-то делаем с локацией, ну, с координатами, которые нам приходят. Если, предположим, вне зависимости от того, что позитивно завершилось, там, поиск местоположения или нет, мы все равно выключаем индикатор, и здесь мы можем обработать ошибки, вот как выглядит какой-то стандартный, там, промис чейн. Отдельного упоминания заслуживает то, как перевести какие-то делегатные системы для того, чтобы они сочетались с промисами. Здесь мы создаем некий tuple, то есть это, условно говоря, переменная, которая принимает в себя три значения. Это promise, это функция full fill, которая связана с… ну, не функция, closure full fill, которая связана с этим промисом, и closure reject, которая связана с этим промисом. Это, соответственно, мой кейс, когда у меня, у аудиоплеера, у него есть метод делегатный, когда ты закончил проигрывать файл, он тебя уведомляет, что did finish, там, аудио что-то. Вот, и в этот момент я как раз вызываю playerful fill, а до того, как этот момент, метод вызвался, я сразу же возвращаю промис. Ну, соответственно, вот, допустим, и вот этот метод, аудиоплеер did finish playing. Пример из практики. Драм-машина, ну, собственно говоря, это, там, суперкороткий пример. Смысл в том, что есть, некая драм-машина, в которой можно записать очень простой бит, записать его, загрузить на сервак, который на парсе, а потом переиграть случайный бит, который находится на этом серваке. Сейчас, одну секунду. Соответственно, вот какой-то наш любимый. Что-то слышно? Нет. Да? Что не слышно? Ну, такой какой-то, короче, ложевый хип-хопчик, типа, ну, короче, да. Ну, сейчас он запишет два вот этих вот дурацких квадрата. Можно пока поставить хэта. Ну, там, йоу. Итак, надеюсь, что все уже давно загрузилось. И сейчас эта стрелочка… И теперь, ну, собственно говоря, она проигрывает сервака то, что записалось. Ну, короче, вот, это просто, просто гениально. Но там, типа, собственно говоря, пример закончен. А теперь разберемся, для чего мне нужны были промисы. В принципе, они мне вообще были не нужны, но я их использую. Но я их использую. Значит, итак, первый use case. Первый use case. Это, соответственно, изменение положения девайса, следовательно, изменение бита. Он мне сразу же не подошел, потому что промис, он действует только один раз. Да, поскольку это постоянная какая-то функция, которая выдает нам все время изменяющиеся значения, промису здесь неудобно. Здесь там, если думать о реактивщине, здесь подошли бы сигналы, какой-то сигнал продюсер, но промис здесь не особо нужен. Второй use case, где промис реально было использовать мега удобно, это вот такой вот паттерн. Нажата кнопка «Сохранить», мы проигрываем 4 квадрата, но в данном случае, да, 4, преобразовываем файл и сохраняем его на сервак. Это реально суперудобно было описать, но как мне кажется, да? У-ху! Значит, и на уровне… У меня кратко расскажу о структуре приложения. У меня на самом деле все просто. У меня есть view-контроллер, у него есть view-модель, и view-модель дальше взаимодействует со всякими сервисами. Соответственно, у меня есть какой-то метод dtap record button, который вызывает промис у сэмплера и потом дергает network клиент, чтобы он засейвил все. И на уровне сервиса audio engine там чуть более сложно, но вообще как бы в принципе достаточно наглядно выглядит то, что когда у нас произошел какой-то старт-эвент, то есть последовательность дошла до своего начала, мы запускаем запись, потом, когда ждем, пока не произойдет финиш-эвент, то есть последовательность, ну это как бы там еще два отдельных промиса, когда последовательность пройдет типа два круга. И после этого мы останавливаем запись и вынимаем аудиофайл и экспортируем его. Ну и соответственно, я пропустил немножко, как мы работаем с парсом, потому что там, ну как бы в данном случае ничего интересного, я просто завернул в промис стандартный вот этот вот closure, saving background with block. Соответственно, ну и в третий use case тоже было очень удобно. Нажатка кнопки проиграть, загрузка случайного бита, остановка секвенсера, но секвенсер это как раз наш и есть вот эта вот драм-машина, которая проигрывает последовательность, проигрываем бит, и после этого опять запускаем секвенсер. Собственно говоря, на уровне в view модели модели очень тоже простой. Мы загружаем рэндом файл и потом мы играем его из получившейся NSData. На уровне сервиса он выглядел следующим образом. Мы сначала загружаем все pf-objects, ну чтобы никого не смущало, pf-objects, они грузятся без файлов. Файлы мы грузим только когда мы выберем конкретный pf-object, поэтому я не думаю, что в этом есть какая-то проблема. Ну и потом, соответственно, мы грузим это случайно в файл. Ну и на уровне сервиса audio engine как раз это метод с делегатом, мы создаем audio player, и дальше вот как раз это тема, что мы сразу же возвращаем player promise, а потом делегатный метод будет дергать player fulfill. Ну и так, перейдем к тому, когда и где стоит использовать promises. Ну, во-первых, мне кажется, более-менее очевидно, что их достаточно удобно использовать на уровне сервисов и интерактора, особенно если нам нужно что-то собрать. У нас есть какая-то бизнес-логика, где есть там сначала загрузи файл, потом преобразуй его, потом сделай еще что-то, потом выдай его кому-то. Это суперудобно. Да, и, соответственно, это логично следует, то, что когда есть цепочка из нескольких асинхронных операций. Вот, ну и, соответственно, я, кстати, не упомянул это в коде, но достаточно удобно проверять статус выполнения этой операции. В частности, если у меня в приложении нажать повторно на кнопку записи, когда она записывается, если я каждый раз смотрю, типа завершена ли предыдущая цепочка промисов, если она не завершена, я там не двигаюсь дальше. То есть, ну, просто удобно, это доступно из коробки. Вот, и, соответственно, если есть много различных ошибок, на целой цепочке это хорошее место, где все можно собрать. Ну, где не стоит использовать, мне кажется, на уровне view, потому что в этом случае промис, он является достаточно декларативным, и это значит, что мы как бы во view контроллере будем раскрывать всю логику того, как у нас устроено приложение, что, ну, наверное, не очень хорошо. Вот, когда есть постоянно повторяющиеся действия, ну, вот как раз, как я описывал, когда мы меняем какое-то положение телефона, у нас есть постоянный сигнал, ну, здесь там можно подумать над какими-то реактивными библиотеками, если нам хочется все равно как-то действовать, строить с почки. Ну, собственно говоря, вот так вот. Ну, или когда, если у нас есть одна-две операции, это, в принципе, наверное, это некий оверкилл. Ну, в общем-то, все, да, от себя, там, хочу сказать, что мне там очень понравилось, ну, приятно было работать с этой библиотекой. С другой стороны, я думаю, что, наверное, использовать реактив какого во многом случае лучше, потому что она поддерживает все, что поддерживает PromiseKit и гораздо больше. То есть там есть, например, когда ты вводишь там какую-то, что-то в TextField, ты можешь сделать всякую задержку, ну и так далее. Ну, короче, это тема для отдельного обсуждения, ну, просто мои мысли. Спасибо большое, как бы, если есть вопросы. Так, наверное, сейчас. Да. Я вам вначале немного вопросов, а потом задаю вопрос. Спасибо. Короче, по поводу того, что оно может, что не стоит использовать его на уровне YouTube, мне кажется, можно, потому что те же самые анимашки и прочее, если нужно зачинить между собой, почему бы ими. Вот, может, довольно удобно, или как бы, не обязательно здесь делать. Окей. Вот, вопрос, ну, я так понимаю, что никаких преимуществ по сравнению с React-какого у Promise нет? Ну, мне кажется, нет вообще. Хорошо. Хорошо. Ну, да, проще. Окей, да. Но весь flow в React-какого, он примерно такой же, и там гораздо больше функций. Еще один есть вопрос по поводу обработки ошибок. Ага. Мы когда чейним между собой вот эти вот Promise, то там в самом конце выиграл. То есть у нас ошибки на каждом Promise будут сыпаться в этот... Да. Да, и после error уже никакой чейнинг невозможен, потому что error не возвращает Promise. То есть error всегда будет вкуса, ну, как бы эта функция будет в самом конце. А, то есть если на любом шаге вылетает ошибка, все будет... Ну, либо можем поставить это в recover. Recover еще есть такой... Нет, но в целом, но все равно... Да. На любом шаге, если приходит error, доставшийся из цепочки... Они не выполняются, и все, error падает туда. Хорошо. Ну, спасибо. Спасибо. А вот ты его смотрел? Ну, я слышал, но нет, не смотрел. Классный? Окей. Что ты говоришь? Ну, вот смотри, у нас есть там 5 этапов как-то, да? Ну, такого-то большого таска. Да. 5 процессов. Кто уже в таких потоках они выполняет? Ну, по идее, ты должен отдельно... Если я не ошибаюсь, я, кстати, я сейчас сходу не скажу. То есть ты можешь каждый Promise делать на своем потоке, но, наверное, если ты, предположим, начал один Promise на одном потоке, наверное, все будет продолжаться на этом же потоке, но это моя догадка, это надо проверить. То есть сама методика не позволяет это сказать? Вот у меня цепочка... Нет, почему позволяет? У тебя очередь является параметром функции Zen. Я мог бы промотать, но там, в общем-то, у тебя просто есть какая-то дефолтная очередь, но ты можешь поставить какую угодно. Когда цепочка собрана, я так понимаю, да, но там, как бы, я, кстати, чуть-чуть смотрел на эту тему. Может быть, там, я не знаю каких-то возможностей, но мне кажется, наверное, да. А ветвление цепочек возможно? Ветвление цепочек? Ну, думаю, да, когда у тебя Zen, ты смотришь... Ну, ты имеешь в виду, если... Да-да-да-да, смотри, у тебя в Zen вот сама функция, она может вернуть один либо другой промис. Предположим, ты смотришь, какое значение пришло от предыдущего, и в одном случае возвращаешь один, другой другой, и, соответственно, то есть это можно. Я тогда вообще не понимаю, зачем нам кооперация. Потому что промиск это... Как раз вот эта штука, что нельзя на него переключать. Ну, это такой кейс, который... Вот то, что динамически решать, куда идти, ветвление, это круто. Но вот это надо. А динамически пересобирать? Можно упасть. Ну, и замок, начать, нужно только как-то. Динамически пересобирать операции. У меня сейчас вопрос. Ты рассказал, что кроме скидка по какому-то таблице от Ява разработчиков, типа A+, по-друге, там вообще бывает A3+, не знаю, там было... Ну, мне кажется, это некая организация. Сначала промиск А была, а потом промиск, ну, который разработал один стандарт, потом промиск А+, который типа немного обновленный стандарт. Но это вроде как достаточно... А, то есть это не такая таблица типа категории, там, ну, промисловые... Нет, нет, вроде нет. Как тестируется? Как тестируется? Ну, кстати, не суперзаморачивался на эту тему, но думаю, что там интеграционные, наверное, какие-нибудь тесты, что... Нет, ну смотри, мне кажется, весь промискит, он сам по себе протестирован, да? То, что внутри промискита у тебя как бы тоже протестировано, потому что это с ним не связано. И остаются только интеграционные тесты, когда ты тестируешь все вместе, и получается у тебя вроде как все покрыто. Ну, нет, нет, особо не смотрел, но я говорю, я думаю, что... Нет, я не писал тесты, я только... Да, кстати, вот это хорошее замечание, что промискит стартует, как только ты их получил, потому что с сигнал продюсерами, например, если работаешь с реактив какой-то, его нужно отдельно запустить, чтобы он начал что-то генерировать. Кстати, это не всегда удобно, то есть я имею в виду для промисов, потому что, чтобы промисы не запустили, тебе нужно их самих заворачивать в какой-то клоушер, ну понимаешь, или в какой-то контейнер, вот. И, соответственно... Ну да. Вот как раз я, по-моему, показывал пример, когда мы, ну правда здесь мы преобразуем сразу же в логику на промисах, когда мы просто делегатный метод, он дергает либо fulfill, либо reject, и тогда промис, который может быть уже там в совершенно другом месте, он на это приорегирует. Еще одна, наверное, какая-то вещь, что получается, что мне не очень нравится, вот эти комбинации, которые на это приоритете, потому что внутри промисы содержит по сути логики, которая относится к виду слову. То есть промис получается такой объект, который в виду слову. То есть он там может потыкаться каким-нибудь фор компонентом, я не знаю, сеть может с вами, он фактически получается такой а-ля сервис для одного дата. Ну да, только я не понимаю, почему плохо, но ты же оборачиваешь что-то в блоке, я не знаю, почему промис нельзя рассматривать как просто какой-то, ну аналог этого, да, просто какое-то средство оборачивание какой-то бизнес-логики, не знаю, вроде нормально, но… Смотри, у меня есть какая-то функция у себя, ну как-то такое, например, с файл. Ага. Получить файл, он вообще там работал, сохраняем. Ага. Я могу из этой функции вернуть какой-то последний промис, да, и завязать его уже на слое выше, как какой-то другой цепочек. А, в смысле, вот предположим… Ну и дальше я хочу это залинковать. Только другим слоем. Не, ну по идее смотри, у тебя же ты возвращаешь любую цепочку промисов до того, как она реализовалась. По идее ты можешь, вот у тебя ты просто получил цепочку промисов у какого-то сервиса, да, и ты не знаешь, что с ней произошло. И ты можешь передать ее куда угодно дальше, да, на любой другой слой и построить на ней свой чейн. Да, и по идее, как бы тебе не нужно писать все в одном месте, ты можешь вот этот вот промис пересдавать очень много куда, и он будет сохранять как бы все… Эту цепочку можно умножить бесконечно и передавать промисы между разными слоями. Ну, да, да, да. Спасибо. 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 Прикольно. Я так и не поняла, когда его хорошо используют, когда нет. Вроде операции тоже не будет. У нас в реактивации то, что первые делали на конвертацию. Да, да, да. Там понятно, что на самом деле столько дают. Для реактивизации между слонями надо пробовать, что это не откладывается. Потому что они сложные, что они будут получать. В реактивации, да, в реактивации, где-то, где-то, где-то потребуется. Это не так. Куча парников. Действительно, не проще. Я сравнил. Я понятно. Я рад был предпоследовать, что операция, что направится. Что проще. Пытается. Могут ли описывать. Могут ли. Это может быстрее, кажется. Ага. Вы, конечно, не слышите. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё что-нибудь? АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо вам.